Ибрагим Челиколь завоевал Италию. Премия «Лучший международный актёр» на кинофестивале в Венеции. Джем Сюкют в роли Синана. Чем удивит третий сезон «Зимородка»? Запутанная любовная драма. Что скрывается за уходом Эрсина Арыджи от менеджера? На этой неделе стартовали съемки третьего сезона сериала «Зимородок» для телеканала «Стар ТВ». Первые кадры сняты в Шиле, где воссоздали сцены в летнем лагере. Действие нового сезона развернется спустя два года после событий предыдущего. Сценарист Зейнеп Банче представит обновленную историю главных героев Сейран и Ферита, роли которых исполняют по-прежнему Афра Срачулу и Мерт Рамазан Зимир. В сюжет введен также новый персонаж Синан. По сообщению Берсена Алтунташ, роль Синана исполнит Джем Сюкют, известный по сериалам «Чукур», «Дуран» и «Капук». Недавно актер снялся в фильме «Барда» режиссера Ханде Тюркель. Как я и говорила ранее, будут вводить дополнительных героев, которые мешают счастью влюбленных. Они развелись, но по-прежнему, разумеется, любят друг друга, и я надеюсь, что в конце сезона соединятся уже навсегда. И на этом история закончится, потому что если они пойдут еще и на четвертый сезон, то будет опять развод, опять новые герои, и это может продолжаться бесконечно. Всегда лучше вовремя остановиться. Но продажи за границу шикарные, рейтинги в Турции вполне приличные, хотя, конечно, до первого сезона не дотягивают, но в любом случае я думаю, что третий сезон мы увидим полностью, благодаря хорошим продажам за рубеж, даже если рейтинги будут постепенно снижаться. Но все-таки я надеюсь, что новая метла, то есть новый сценарист, будет мести по-новому и даст нам сильную, хорошую историю. Ибрагим Челиколь получил премию «Лучший международный актер» на церемонии вручения наград Кинео организованной Ассоциации Кинео в Италии в рамках Венецианского кинофестиваля. Сериал «Однажды в Чукурова», в котором снялся Ибрагим, под названием «Терра Амара» входит в число самых популярных телепроектов в Италии. Я напоминаю, что это все-таки не сам Венецианский кинофестиваль, а небольшой кинофестиваль, который проводится под эгидой Венецианского кинофестиваля, на кинофестивале Венеции сериалам и сериальным актерам награды не вручают. А жаль, кстати, поскольку сериальное производство сейчас становится одним из ведущих в мире. Я думаю, что подобную несправедливость давно пора исправить. Как видите, Ибрагима встречают на этой церемонии очень тепло. Действительно, множество поклонниц у него в Италии. И я надеюсь, что возможен и какой-нибудь контракт рекламный, а возможно и не только рекламный. По информации Берсена Алтунташ, в сериал телеканала шоу ТВ «Запах сундука» присоединилась очень сильная актриса. Новый сезон сериала стартует 18 сентября. В этом сезоне к касту добавилась Нисрин Джавадзаде, известная своими запоминающимися ролями и яркой внешностью. Она предстанет перед зрителями в роли Айчи, нового персонажа, о котором наверняка будут говорить. Нисрин действительно очень яркая актриса, эксцентричная, я бы сказала, и она всегда придает определенную искру, изюминку любому сериалу, в котором снимается. Так что это очень хорошее прибавление, и я ожидаю, что в следующем сезоне сериал удержится в эфире. У него были достаточно средние рейтинги, с которыми сложно было пойти на следующий сезон, но, тем не менее, они этого добились. И надеюсь, что в этом сезоне они удержатся также в эфире целый сезон. В пятом сезоне популярного сериала «Разведка», который выходит на телеканале ТРТ-1 по воскресеньям, появится еще один важный актер. Новым сезон обещает быть насыщенным множеством событий с высоким уровнем напряжения. В сериале, который создается компанией Team Zenby, теперь будет несколько отрицательных персонажей. Звездному составу, который включает Талгус Реташа, Мурата Айгена, Эрина Хаджесалиолу, Атилу Бериджика и Гизем Гюнеш, добавился еще один ключевой персонаж. Мафиозный босс Хамди. Роль Хамди исполнит Мурат Хан. По сюжету Хамди встретится с Карпутом, которого играет Йонус Эмри Илдеример, в тюрьме, после чего начнется длительное и захватывающее приключение. Гизем Гюнеш сыграет также сестру Талгиса Реташа, и, насколько я понимаю, вся история будет вращаться вокруг ее спасения. Айбуке Пусат также остается в касте, и она вновь будет партнершей Талгиса Реташа. Нас ожидает воссоединение актеров, которое многие хотели бы видеть снова на экране. Так что я поздравляю всех поклонников и надеюсь, что новый сезон принесет нам массу интересного. Сыла Тюркулу впервые появилась на свадьбе в Мардине вместе со своим новым возлюбленным бизнесменом Атой Йилдизом. Так, по крайней мере, утверждает Берсен Алтунташ. Другие говорят, что это не возлюбленный, а просто друг, и более того, он женат, и его жена тоже была на этой свадьбе. Не знаю, где здесь правда, где здесь ложь, разбираться в этом не буду. Одно могу сказать определенно, если они так свободно выходят вместе, если они действительно возлюбленные, значит, вся информация про жену не соответствует действительности. Или же, наоборот, они действительно просто друзья, и им нечего скрывать. Так что, в любом случае, я не вижу причины каким-то образом очернять репутацию Сылы за то, что она проживает свою жизнь так, как она хочет. В новом сериале «Черное сердце» от компании Тим Зенби, который будет транслироваться на телеканале Шоу ТВ, произошла смена режиссера. Этот сериал, сценарий которому написала Йилдиз Тунч, станет одной из самых ожидаемых премьер нового сезона и будет выходить по четвергам с сентября, если не произойдет изменений. Съемки сериала проходят в Каппадокии, но режиссер Кулуч Байрактар покинул проект, чтобы начать работу над сериалом «Осада» для цифровой платформы Netflix, в котором главные роли исполнят Аслы Энвер и Ингина Кюрек. Съемки третьей серии «Черного сердца» уже начались, и теперь его будут режиссировать Кирем Чак-Иралу и Эмрах Абуш. В актерский состав сериала входят Эль-Жиуслу, Арас Айдын, Хавсанун Санджак Тутан, Бурак Таскапаран и другие. С самого начала было заявлено, что режиссер Кулуч Байрактар поставит сериал, то есть сделает все необходимые приготовления для того, чтобы визуальный ряд и характеры развивались плавно. Но работать над сериалом весь сезон он не будет. У Луч Байрактар слишком ценный сотрудник для Тим Зен Би, которые перекупили его у Айя Пым, чтобы тратить его только на этот проект. Теперь он будет заниматься сериалом Netflix, который сделает полностью, после чего пойдет в новый проект тоже на Тим Зен Би. То есть такие ценные кадры, они обычно переходят из сериала в сериал, чтобы настроить, оттюнинговать, что называется, и передать проект более слабым режиссерам, которые просто будут следовать по стопам метра. В общем, это очень правильное решение, которое позволяет и сделать качественный продукт, и в то же время не тратить режиссеров уровня у Луча Байрактара на что-то одно. Надеюсь, что и сериал получится отличный, ну и, разумеется, мы ждем осаду с Энгином Акюреком и ослой Энвер. Бирсен Алтунташ сплетничает. 19 августа состоялась свадьба Эрсина Арыджи и Берил Пазам, коллег по сериалу «Зимородок». Одновременно стала известна причина прекращения сотрудничества актера с его долговременным менеджерским агентством. Выяснилось, что бывший менеджер Эрсина Айшигюль ранее состояла в отношениях с Эрдемой Кайнарджой, который, в свою очередь, ранее был возлюбленным Берил Пазам во время съемок сериала «Сказка острова». До этого Эрдем встречался с Ашигюль и поддерживал дружеские отношения с Эрсином. В прошлом году Берил и Эрсин начали встречаться. Их роман, изначально скрываемый, завершился браком. В результате этих событий Эрсина Арыджи решил прекратить сотрудничество со своим менеджером. Вообще-то, эта индустрия очень маленькая. Около двух тысяч актеров работает в ней. Так что понятно, что все друг друга знают, все встречаются. Ну и, естественно, служебные романы не такая уж и редкость. Поэтому я не думаю, что будет правильно разрывать деловые контакты только потому, что кто-то является бывшим твоей нынешней супруги. Тем более, если это бывший бывшего. В общем, какая-то седьмая вода на киселе. Но Эрсину лучше знать. Хотя, возможно, причина совсем в другом. Возможно, агентство, которое его раньше представляло, маленькое и не очень способствует его карьере. Сейчас, когда он уже стал более-менее известным актером, я думаю, будет правильно ему выбрать агентство покрупнее, которое может представлять его интересы более успешно. Такое объяснение, я думаю, выглядит вполне рационально. Ямур Танресевсин дала старт одному из ведущих триатлонных соревнований мира «Челлендж Истамбул». Вместе с ней участие принял Юсуф Дикеч, который принес Турции серебряную медаль на Олимпийских играх. Юсуф Дикеч повторил свою знаменитую пузу, покорившую мир, на этот раз вместе с Ямур. Я рада, что Ямур остается востребованной, хотя, увы, пока у нее новых проектов нет. Но я надеюсь, что в этом сезоне все-таки мы услышим не только о ее рекламных проектах, но и об участии в сериале. Пока, увы, мне и ее поклонников порадовать нечем, за исключением вот подобных мероприятий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...